Первый раз Мустафу Джамилева заставили покинуть Крым в 1944, когда ему было шесть месяцев. Вместе с тысячами крымских татар в грузовых вагонах его семью вывезли в Узбекистан. Первые воспоминания маленького Мустафы уже из ссылки. Крошечные поселки, постоянное чувство голода, мертвые люди на улицах и колыбельная, которую пела ему мать. Джамилев рос вдалеке от родины и знал о ней лишь по рассказам родных и книгам. К 18 годам прочитал все об истории крымских татар в местной библиотеке. Здесь же познакомился с членами Союза крымско-татарской молодежи. И они вот тогда мне рассказали, что есть, создают они такую организацию, что регулярно собираются студенты, студенческая молодежь и рабочая молодежь. Подсугаем Крым, возвращение в Крым. Джамилев руководил историческим отделом организации. Тема возвращения крымских татар в СССР была под запретом. Когда Союз молодежи разогнали и арестовали руководителей, он дал себе слово драться до конца. С 1966 по 1983 его арестовывали шесть раз. Он провел в заключении 15 лет за распространение взглядов, порочащих советский строй. Мы слышали о Мустафе Джамилеве еще, потому что его без конца арестовывали. Тогда я понял просто, что этот парень будет идти до конца, что его ничем не сломишь, что он будет сидеть сколько надо, сколько раз посадят, только он и отсидит. В 1947 Джамилев в очередной раз оказался за решеткой. Формально за уклонение от участия в военных сборах. Фактически из-за того, что спецслужбам стало известно о его намерении отправиться в Москву и во время визита в СССР президента США Никсона передать ему письмо с описанием проблем крымских татар. В 1975-м в Омской тюрьме Джамилев объявил голодовку. Самую длинную в истории. 303 дня. Получили задание отправить меня в психушку. Боязнь была, что вдруг не выдержу. Потому что это было бы очень, ну, для самого, как это, я не выдержал. Поэтому я на всякий случай всегда держал просиделезию. Прекратить голодовку Джамилева смогла заставить лишь открытка от Нобелевского лауреата премии мира Андрея Сахарова. В ней, называя Мустафу «сынок», он написал, что его смерть только обрадует их врагов. Джамилев вышел на свободу в 1986-м. Через три года вернулся в Крым. За своим лидером на родину потянулись остальные крымские татары. Вот они, энтузиасты. Деревни Золонкой. Это первые ласточки. Татары произвели самозахват земель в селах Холмовка, Севастьяновна. Где-то около 100 участков. Разве вы считаете это правильным методом? Я бы не назвал это захватом или самозахватом. Люди занимают то, что им положено по праву. Если власти не идут навстречу нашему населению, нашим соотечественникам, то у нас другого выхода не остается. В 1991-м на национальном съезде представителей крымских татар Джамилевы выбрали председателем Меджлиса, высшего представительного органа крымских татар. В 1996-м он стал депутатом Верховной Рады Украины. Спустя 22 года после избрания в 2013-м Джамилев решил покинуть пост главы Меджлиса, чтобы дать дорогу молодым. 27 октября на эту должность был выбран Рефат Чубаров. А ровно через 4 месяца крымские татары дрались за то, чтобы над Верховной Радой Симферополя оставался украинский, а не российский флаг. Крым – это Украина! Крым – это Украина! Цель их жизни, которая была достигнута на самом деле, сегодня у них украдена. Май 2014-го. Россия уже объявила Крым своей территорией. Границы под охраной военных на спецтехнике. Но люди под крымско-татарскими флагами знали – из Киева едет Джамилев. И они прорвали оцепление ОМОНа. Джамилева тогда так и не пустили в Крым. До 19 апреля 2019 года ему запрещен въезд на территорию России. Но Мустафа дал себе слово драться до конца еще в 18. И пока не собирается сдаваться. Крым будет освобожден. Позволь нам вернуться на родину. И стать истинными хозяевами на нашей земле.